Доброе утро всем! Сегодня у нас очень холодно, очень холодно. Я не думала, что так холодно может быть в этом мире. Но, что поделать из этого, я сегодня буду снимать видео в моей новой пиджамочке, которую я купила в Мальте, и видео будет о покупках моих в Мальте. Смотрите на мою пиджамочку. Обалденная пиджама, она вот такая вот. Я как маленький ребенок в ней, и я чувствую в ней как маленькая ребенка, и в ней очень-очень жарко. Нет, позвольте мне снять шапочку, потому что я умираю от жары. В общем так, давайте начнем. Хочу вам перед этим сказать, что да, Израиль теплая страна и все такое, но хочу вам сказать, что зимы в Израиле очень тяжелые, потому что 9 месяцев в году у нас жара. А потом 3 месяца холодно. Сейчас идет дождь на улице, и дома у нас не отопленные. Так что, если вы хотите не превратиться в сосульку, вы должны пользоваться кондиционером. Я знаю, что несколько людей не могут себе позволить очень много кондиционеров в день, потому что это огромные деньги, и поэтому они превращаются в сосульки в зиму, и это очень грустно. И не все могут позволить себе такую чудесную пиджаму, так что я не знаю, как они без этой пиджамы проводят свою жизнь. Но у меня сейчас есть ушки. В общем, я вернулась из Мальты вчера утром. В Мальте было очень-очень... не очень жарко. Было жарко. Было тепло. Было нормально, а в последний день было очень-очень жарко, было очень тепло. Я думаю, почти 20 градусов, может быть 17, не знаю, но это было очень тепло, потому что мы не ожидали такой тепл... тепл... Мы не ожидали, что было так тепло, и мы оделись обычно. И было мне очень жарко в джакете, так что я сняла джакет, и все равно было жарко. Но это было очень хорошо. И я была еще в Сицилии, там было очень-очень-очень холодно, как в Израиле сейчас. Даже больше я видела снег на колесо, но про это вы увидите уже влоги мои. Я приготовила для вас 4 влога, так что давайте начнем с моей... продолжим. Потому что я многое лечу, и я не трачу много денег на шопинг, потому что я студентка. Если я хочу, чтобы у меня что-то было кушать, когда я дома, тогда мне нельзя много шопиться. Так что я купила несколько вещей, которые необходимы, очень необходимы. И то, что мне было необходимо, это было пиджамы. Так что я купила вот эту пиджамочку, и еще одна такая же пиджама, которая вот так вот вместе идет. Я обожаю эти пиджамочки, они такие теплые, уютные, и я чувствую в них, как младенец. И вы знаете, как хорошо младенец себя чувствует. Следующая вещь, что я купила, это я была в Сицилии. Один день мы поехали в Сицилию, и там мы поехали в вулкан Этна, называется. И в Сицилии очень много экономик. Они делают масло оливковое, они делают шоколады, всякие вещи, они делают ликер. И вот я купила на вулкане вот это вот мыло, она сделана из оливкового масла и клубники. И просто пахнет обалденно, обалденно, обалденно. И тут рисунок Этна, вулкана, в Италии, в Сицилии. Следующую вещь, я купила ликер фисташковый. Конечно же, я попробовала уже этот ликер. Очень вкусный. Я же, я уже, у нас были много дегустаций, так что я их пробовала уже там. Но вчера просто хотела поделиться с моей подружкой, моим опытом из Италии. Так что мы попробовали, но, честное слово, я принесла этот ликер моей маме. Чтобы она не плакала, когда я улетаю, всегда, когда я улетаю, она плачет. Опять ты едешь? Что с университетом? Как это будет? Как ты уезжаешь? Когда вынешься, не едь. Вот. Мама, для тебя ликер, чтобы ты была спокойная. Следующая вещь, это кофточка. Такая кофточка, она чуть-чуть короткая. Прозрачная, конечно же. Не знаю, как называется этот материал, но вы, конечно же, знаете. Если вам удобно, пожалуйста, напишите мне это внизу, потому что я хочу каждый день быть умнее, чем вчера. Так что... Да, я такая ленивая, я могла проверить это перед видео, но не люблю подготовиться к видео. Я люблю с вами говорить, как будто бы мы наедине. Как будто мы смотрим один в другие глаза. Так что... Если бы я с вами сидела наедине, я бы сказала, а как называется этот материал на русском? И вы бы мне сказали. Так что, пожалуйста, скажите мне, как называется этот материал? Кружева! Это называется кружева. Нет? Я думала. Вот это платье. Оно пришло вместе с этой вот штучкой. Так оно выглядит. Такая туника. Она... Не знаю, если она прозрачная, я ее мерила... Нет, она не прозрачная. Но я ее мерила вместе с черными колготками. Это было очень красиво вместе. И вот такая вот туника красивая. Платьишко. Вообще-то это платьишко. Называется тоника, но это платьишко. И я принесла это из New Look. Такой магазин, в котором я и в прошлый раз сделала очень много покупок. Потому что я с него сразу прошла. Я даже не в какой-то другой магазин в том моле не ходила. Еще одна вещь. Это мой кошелечек. Не веза освещения. Я думаю, что конец мира сегодня. Потому что очень холодно, очень темно и очень дождливо. Ну, главное, что у нас есть вы и мы. Этот кошелечек тоже из того же магазина. Этот магазин вообще недорогой. Этот кошелек, допустим, мне стоил 11 евро. Так что мне нужен был обязательно кошелек. Потому что мой кошелек в прошлый украли в Киеве. Очень хороший. Тут есть такое отверстие. И вот такое отверстие. Мне очень нравится. Последняя вещь. Вы к ней готовы? Та-дам! Смотрите, какая это прелесть. Это тоже из того же магазина. Видите, этот сверкат как сваровский такой. Но только это не сваровский. И, может быть, эта штучка стоит как один камушек сваровский. Нет, чуть-чуть, может быть, 10. Ну да, он стоит как мой браслет сваровский. Даже меньше. Знаете, тот черный браслетик, что вы видите у меня всегда на камере. Блестящий. Это от сваровский. И вот это вот стоило мне 39 евро. Я думаю, что это очень хорошая цена для таких обалденных сапожек. Тут они еще удобнее, потому что у них очень-очень большой каблук. Но все равно у них тут платформа. Так что это становится удобнее. И они просто выглядят обалденно. Если вы посмотрели мое прошлое видео покупки из Мальта, вы видели, что я купила такие ботиночки. Просто красивые. На подошве большой. Очень красивые. Цвета тигра. Я не знаю, как это все называется на русском. С точечками тигра. И они стоили мне 10 евро. Понимаете? Так что поэтому я пошла в этот магазин, чтобы пошопиться там и не обанкротиться. И вот и все. Это все мои... Аааа! Я знаю, что очень темно. Я очень извиняюсь из-за этого. Ну, мы уже говорили про это. Конец цвета сегодня. Я надеюсь, что успела поредактировать, пока этот конец цвета произойдет. Но я купила румяна. Эти румяна от Bourjois. И они очень интересные, потому что они... Вы ставите это на... Там они вообще были белые. Не знаю, тут они розовые. Но когда вы ставите это на свою кожу, он делает свой цвет. Ротбей. Он как будто бы не сам пигментный, а он делает уже цвет на вашей коже. К сожалению, в Мальте такой шоппинг не слишком уж. Вау! Какой шоппинг в Мальте? Обычные шоппинги. Там почти ничего нету в этой Мальте, но... Ну, из шоппинга, ну, там отличная архитектура, история и культура. Вот это все, что я купила. И... До встречи в новом видео. Ну, и в следующем видео будут у нас влоги. Я буду вам показывать все влоги. Смотрите их и увлекайтесь. Спасибо за просмотр. Ставьте мне лайк, если вам понравились мои покупки из Мальте. И ставьте мне лайк, если вы любите, когда я лечу куда-нибудь. И ставьте мне лайк, если вы любите меня. Потому что я вас очень люблю. И подписывайтесь ко мне, если вы не подписаны. Хотя я не думаю, что вы как-нибудь это видео найдете, если вы не подписаны ко мне. Так что шлю вам огромные поцелуи и... Пока!